Ага, ну такой, боевой, да, можно сказать. Кстати, у скифов он считался именно колющим, да, то есть такие окинаки, используясь для какого-то быстрого, там, быстрой расправы над врагом, достал, вонзил, выжил, то есть такие, ну, и существовал культ, культ бога войны, да, у скифов, и таким вот мечам приносились жертвы, то есть его ложили на такую возвышенность, да, и убивали, там, раз в неделю возле него каких-то свиней, возможно, даже людей, да, принося жертву богу войны, богу меча. Всем привет, друзья, спасибо, что смотрите. В этом видео я вам расскажу, как не попасться на уловку мошенников, как с ними правильно общаться, и, собственно, как определить, что происходит, какое-то мошенничество или нечестные действия. На примере, вот лично, на личном примере я вам покажу, в данном случае я рассмотрим железный меч окинак. Наверняка много кто интересуется историей, археологией, коллекционированием, коллекционированием, сталкивался с тем, что существуют такие мечи, и много кто хочет себе в коллекцию вот такой вот настоящий, оригинальный меч с шестого века до нашей эры, скифский меч окинак. Они существуют разных форматов, размеров, я думаю, там, как так называемые, да, у них есть свои названия, более, есть спецы, которые разбираются в них очень хорошо, да, но есть кто так примерно визуально видел их и понимает, как они выглядят. Я себе, честно, захотел в коллекцию что-то такое, вот именно хотя бы небольшой, вот, и мне было интересно посмотреть, почем же они продаются. В данном случае я использовал несколько площадок для поиска, и на самом деле сейчас с развитием того, что люди копают, с их технологическим, технологичным развитием, все больше и больше инструментов, которые позволяют делать такие находки, и они довольно часто рассмотрятся на территории Украины. Вот, в данном случае мой поиск осуществлялся по сети интернет, по разным порталам, и я нашел на OLX вот такой вот интересный меч, который продавался как оригинал, заявлялся, что был найден вот человеком непосредственно. К сожалению, автор данного объявления сразу же после согласования каких-то условий со мной удалил это объявление, но вы узнаете, что любое объявление можно найти в кэше Гугла. Что для этого нужно сделать? Нужно вот написать название вашего объявления и посмотреть сохраненную копию. При этом у нас открывается страница, к сожалению, немножко поехала верстка, да, мы не видим, как это выглядело бы на данном портале, на OLX, но мы можем посмотреть, как это все выглядело сейчас. Был вот такой вот меч на полу, сфотканный, видно, что он такой ржавый, действительно какой-то старинный железный меч, добавлено, давайте посмотрим, 26 января, номер объявления можно посмотреть, и вот прямо формат, когда он был найден, фотофакт старинный был найден на копии, отлично сохранился. То есть все-таки сам автор данного поста отобразил, что он был найден на копии, то есть человек конкретно это написал, и написано, что отправят почтой. Вот так вот это все выглядит, действительно, очень крупные фотографии, видно и ржавчины, и все-все-все профессионально, вот номер телефона, и я заинтересовался. При этом цена была довольно доступная, цена была в районе 2600 гривен, что меня удивило, потому что такие мечи я видел по 4000, по 5000, по 3000, ну как разные проходы были, хотя с рук их покупали по-разному, в зависимости от того, насколько человеку нужны срочно деньги, можно найти на самом деле любую вещь по доступной цене, просто знать, у кого спрашивать, и если человек занимается копом, ему там это, например, очень актуально деньги быстро, прямо сейчас перевести, цены могут быть разные, нужно торговаться и смотреть. Я написал автору, на что получил ответ, что действительно такой вот меч у нас есть, и можно его приобрести. И предлагаю вашему вниманию посмотреть переписку, как вот, собственно, я с ним общался. На мое первое сообщение, нет ли сколов, трещин, не консервировался, на самом деле, это были такие проверочные вопросы, насколько человек отвечает адекватно на сообщение, и отвечает ли вообще на какого плана сообщение. Вот, на что человек ответил, что все трещины сохранят хорошие, в городе у нас не бывает, и даже OLX доставку сделает. Это самый прикольный формат, что действительно, возможно, это не мошенничество. Думаю, отлично. Общую длину я спросил у него, и номер телефона, потому что тот номер телефона, который был привязан к аккаунту, почему-то не работал. То есть, на самом деле, в таких случаях обычно нужно перепривязывать номер телефона, чтобы ваш аккаунт не блокировался, чтобы можно было его легко подтверждать. Но в данном случае автор прислал мне номер телефона. Я его здесь вот закрыл, потому что все-таки не люблю разрешать какие-то такие личные данные. По запросу, если нужно будет номер телефона, я этого человека сброшу, хотя он уже не берет трубку. И, конечно же, он, как оказалось, не может оформить доставку, потому что там телефон у него не был привязан и так далее. И предложил мне записать, ну вот в таком формате, предложил оформить наложенным платежом. На что я сказал, без проблем, можем поработать наложенным платежом. Я решил попросить его скинуть фотографию. Часто бывает, что через OLX продают какие-либо товары, которые у вас, у продавцов, не находятся. Они их перепродают от одного продавца к другому. Я попросил человека просто сделать фотографию, в которой видно в полный рост данный меч. Визуально, чтобы увидеть, как это выглядит непосредственно у него. На что человек сказал, что да, он 29 числа попробует, как будет дома. И 29, 30, 31 числа человек, видимо, не был дома, не мог сфотографировать. И только к первому пришла фотография, ну, скорее всего, потому что либо у него этого меча не было, либо он не хотел фоткать, либо искал, ну, каким-то другим причинам очень долго он фотографировал. Это, кстати, очень плохой признак, значит, что у человека этого товара просто-напросто либо нет, либо он, ну, короче, непонятно, почему он не может фотографировать. Конечно, все, вот, я сказал, что все хорошо по фотографии, я сейчас покажу, как она выглядит. Было довольно прикольно и очень странно, что так на довольно профессиональном фоне было снято. Вот, хотя предыдущие фотографии были на полу, очень такая разнилась формат этих фотографий. Он предложил попросить задаток, потому что вот так и так, мол, видимо, кому-то отправлял и 160 гривен, ай-яй-яй, кто-то не выкупил. Думаю, почему? Если хорошая вещь, ты отправляешь наложенным платежом, почему не пойти и не выкупить? Я лично всегда выкупаю, когда нет какого-то мошенничества или чего-то, вот, или даже предоплату сбрасываю. На данный момент я даже сказал, что давайте, давайте мне предоплату, но, например, карты привата, я вам оплачу, сколько вы посчитаете нужным за доставку, 50, 100 гривен, 150, потому что интересно было посмотреть на него вживую. Вот, но человек предложил, что он опять активирует доставку, понятное дело, что он не активировал, скорее всего, уже заведомо понимая, что он не будет светить свои личные какие-то данные и номера карт, потому что если разбирательство будет со стороны OLX, либо приватбанка, тут уже просто так не отвертишься. Не захотел человек, говорит, по-другому номеру привязывать номер телефона к этому аккаунту, это уже какой-то показатель. Но я думал, что мало ли, ну, может быть, стечение факторов, стечение обстоятельств, вот это все у него не получается. И сказал, что он так отправит, что меня удивило, да, при этом цена у него уменьшилась, там, на 300 гривен. И здесь я еще раз у него уточняю, что можно ли фотографии скопа, как это было, потому что, ну, очень я не верил, что такой реально предмет, вот, продается по такой цене, и это нормально, хотя, ну, вот, что дальше? Человек указал, что действительно его товарищ купил, нашел его, никто его не делал, а реально его товарищ нашел. Вот тут-то, видите, и зацепка, что, на самом деле, этот меч-то не был найден. Вот, прислал мне фотографию, он скопа, которую, вот, я сейчас вам демонстрирую. Вот, посмотрел, что действительно он отправил, и он едет, и отправлено от другого человека абсолютно с другим номером телефона, по адресу не могу судить, потому что здесь можно в настройках OLX выставлять разные адреса, и просто-напросто человек отправил с другого адреса другой человек. Вот, написал, что это все жена, что все отлично, и хотя тот номер телефона также в конце, я скажу, что он не отвечал. Вот, спросил я более конкретно, что еще находилось там. Человек написал, что действительно он прямо с этим мечом много-много всего находил, и так далее. Отправил ему, что он посылочка у меня на отделение, я только сегодня смог сходить. Вот, и я сходил с товарищем, который этим занимается. На самом деле, за один день до того, как сходить на почту, или за несколько дней, я решил уточнить на форуме. Почему-то я вылетел из головы, на самом деле, спросить просто-напросто, очень просто на форуме дать фотографии вот этого вот, собственно, меча, и спросить ребят, что думают, какая оценка, вообще натуральная, ненатуральная. Вот эта фотография профессиональная, которую он мне прислал, и все-все стандартные фотографии. На что, конечно же, на форуме мне сказали, что, конечно, это попытка номер два отправки данного меча, показывав, что он, ну, натуральный, настоящий, был коп на копе. Дали мне ссылочку на первую тему, она, кстати, по дате, можно посмотреть, 23-го, да, 23-го была добавлена, 26-го он уже был, собственно, в продаже на OLX, через три дня он стал, можно сказать, реально найденным, да, то есть 23-го сказали, что это фальшак, собственно, здесь сказали, что новодел, замаскированный, вот эта вот вся ржавчина была к нему приклеена, я покажу дальше на видео, вот, и это все было все постановкой, это не настоящий, не натуральный, что реально не оригинал для обмана коллекционеров. Вот, то есть мне показали вот эту тему, я посмотрел свою тему, на которой действительно мне так ребята отвечали, что все фигня, реально не стоит он даже 400 гривен, это копия такая, причем не очень, вот, хотя копии можно посмотреть в продаже, вот такие вот прикольные скифы, копии меча и топора, то есть примерно оценивалось в 600 гривен, видите, уход был, причем довольно гляньте, как прикольно металл выглядит, довольно оригинально, ну, как я понял, дальше по описанию, что реально делалось из какого-то копанного железа, то есть довольно прикольно, ну, цена явно не 2000 тут за два лота, вот такие вот довольно прикольные лоты, новодельные пусть, но довольно интересные. Вот, что дальше у нас, собственно, происходило? Я пришел на почту со своим товарищем, который разбирается во всей этой теме, он посмотрел еще раз, сказал, что действительно новодельные, новодельные, ненатуральные, и я ему сразу же, мы набрали, спросить, что же, как так, ну, понятное дело, ни по тому номеру, который был указан накладной, ни по тому номеру, который был указан у нас в переписке, автор не ответил, а я ему хотел задать только простой вопрос, как же так, если был найден товарищем этот меч, как же товарищ вас так обманул, да, что этот меч на самом деле не найден был? Звонил, есть запись, нет, звонил этому товарищу с Акинаком, сейчас узнаем, что он нам расскажет. Если такой, конечно, возьмет трубку, потому что, я думаю, будет желание не брать, ничего не объяснять, вообще каким-то образом отморозиться. Не взяли трубку, что, в принципе, ожидаемо, что, на самом деле, по телефону соврать довольно сложно, потому что эмоции могут выдать какие-то вещи дополнительные, всплыть. Легче, конечно, в переписке подготовленный ответ сделать, чем вот так вот по телефону. Так что старайтесь всегда общаться по телефону с какими-то вопросами и даже не стесняйтесь как-то даже в шутку спросить, а вы меня не планируете кинуть? Если человек замешкается или как-то неадекватно ответит на этот вопрос, нет, не берет, не берет. Тот номер, который был указан, действительно, в объявлении в OLX было указано, что номер, извините, номер не работает, который к OLX подвязан. Ну, короче, а этот он мне отдельный чек скинул. Он ответил ему, что он мне связит, ничего не писал по поводу состояния, просто мне было интересно с ним разобраться, пообщаться. И человек просто-напросто, что вас интересует, почему не забрали, зачем мне голову морочить, нужно было забирать и так далее, все, я уже забираю, вы не серьезны. То есть, ну, это, конечно, ребячество, потому что нормальный продавец всегда выходит на связь и либо старается адекватно отвечать. Здесь человек понял, что он был раскрыт в плане мошенничества, что он по факту отправил и ждал на то, что человек просто заберет, не будет разбираться, не будет спрашивать на форуме для себя. И самое интересное, что если бы он написал, что он не знает, не разбирается, либо это может быть копией, либо дал бы ссылку на какой-то портал, где уточнить, никаких вопросов к нему. У нас свой страх и риск, люди берут и сувениры, и вот такие замечательные копии. Но когда человек в переписке заявляет, что это оригинал, что этот оригинал реально найден его товарищем, ну, ребята, ну это явно человек хочет, как сказать, сделать такие действия противоправные. Вот, сейчас я покажу, как это все выглядело непосредственно на отделении. И бонусом покажу вам, как выглядит реально натуральный окинак. Продолжайте смотреть. Вот это все прилепил. То есть, это идет, получается, ржавчину наклеил. Типа обычный, не старый, он типа новый, но наклеенная ржавчина идет. Ну, она обсыпается вся, видишь, ржавчина, и я думаю, что это не оттенок. Итак, ребят, только что мы ходили на почту, смотрели тот окинак, который приезжал, с OLX. Вот сейчас хотел показать, мы другой, у нас заказан от абсолютно другого продавца, с другого сервиса. Как-то совпало, что сегодня пришла посылочка. Мы сейчас сравним вот именно тот формат, который человек выслал абсолютно ненатуральный, с наклеенной ржавчиной, да, новодельный. И вот с тем, что сейчас вот мы распаковываем, на самом деле, можно разницу будет, я думаю, визуально даже увидеть, без каких-то экспертов разных аукционов и так далее. Вот хотя, если вы не разбираетесь в теме, то советуем как бы обращаться к людям, которые знают, да. Размер, конечно, этого короче, да. Первый был порядка 45 сантиметров, здесь, наверное, сантиметров, я не знаю, 30, да, может, 20. Ну, конечно, очень похож, какие-то моменты очень похожи. Вот эта вот карда, она отличается очень сильно. И интересно посмотреть, конечно, узнать, какой конкретно год у него гнали. Вот такая вот история с этим мечом. Написал я в службу поддержки OLX. Конечно же, мне хочется верить, что они рассмотрят данный случай, там, каким-то образом, может быть, свяжутся ли с автором или заблокируют учетную запись, даже при том, что она была не привязана к конкретному мобильному телефону. Вот. В принципе, у меня было желание, чтобы человек не платил все-таки за пересылку туда-обратно. Все-таки выкупить этот лорд, ну, возможно, дешевле, поторговаться, поговорить как сувенир. В принципе, объяснить ему, что так не нужно делать. Но, к сожалению, не смогли связаться с автором. И он очень, скажем так, не ответил. Сразу написал, что все, отзываю и так далее. Я в сообщении скинул, наверное, делал ссылочку на форум. Человеку посоветовал посетить, почитать, на самом деле, отзывы про его данный меч. Ну, к сожалению, вот как-то не удалось с ним побеседовать. Было бы интересно и вам показать. И я думаю, он бы точно не платил бы за пересылку. Мы бы с ним договорились. Ну, вот человек так решил. Видимо, решил не созваниваться и не объяснять, да, с причин вот такой вот ситуации. Спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Я постараюсь что-то еще интересное для вас снимать. Надеюсь, оно было вам полезным. Если было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите какой-нибудь комментарий.